Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре очередная посылка с сайта Алиэкспресс. И внутри нее очень интересные светильники от компании Ulanzi. VL49 RGB в количестве двух штук, вот в такой маленькой посылке. Но сами светильники такие квадратненькие, очень аккуратненькие, интересненькие. Можно использовать их по-разному, разные сценарии применения. Можно даже на горячий башмак весить сверху на камеру, и вот получится такой интересный подсвет. Можно для предметной съемки прямо с рук там подсвечивать. В общем, интересные светильники с кучей различных сценариев применений. Обошлись они мне за два штуки 1600 рублей. То есть 800 рублей за один вот такой вот RGB светильник. И эта цена ну просто подарок. Все ссылки на продавца, на официальный магазин, где я покупал, оставляю в описании к данному видео. Поэтому, если вам понравится, переходите, смотрите, заказывайте. Цена ну просто шикарная. Итак, ну давайте распаковывать. Пришла посылка довольно-таки, кстати, быстро. Примерно за пять дней. Поэтому я очень доволен. И продавцом, и надеюсь, сейчас буду еще и доволен вот этими светильниками. Так, здесь у нас как бы отдельные посылки. Не знаю, заказывал у одного продавца. Но вот в таких вот разных пакетиках они пришли. И давайте откроем. Здесь наклейка со штрих-кодом на обоих упаковках. И я уже вижу фирменную коробочку. Да, вот такая вот коробка. Классная, фирменная. Здесь у нас бренд Ulanzi. И написано VL49RGB. 800 рублей, друзья. Давайте открываем вторую. Сразу будем параллельно обе раскрывать, рассматривать. Чтобы сразу, если что, заметить какие-то различия. Да, коробка полностью такая же. Все, в пакете больше ничего нет. Такая же Ulanzi VL49RGB. Вот такие две классные коробки. Я бы даже сказал, что светильник, ну не похож на чисто китайский бренд. Такая сбитая, упругая коробка. Классная. Mini LED Video Light. Очень классно. Здесь также надписи какие-то на китайском. И написано Vlog Now with Ulanzi. В общем, эти светильнички для влога. Как вы уже могли понять, здесь сзади у нас различные надписи, где это произведено. Сайт изготовителя и штрих-код. Итак, ну давайте откроем и посмотрим, как это чудо у нас открывается. Очень интересная коробочка. Вот так вот. Вверх она открывается. Здесь у нас разъем USB Type-C. Кабель в комплекте. Type-C на Type-A. И вот такой вот у нас светильник. Слушайте, ну он такой довольно увесистый. И это еще не все. У нас здесь в комплекте книжечка. Руководство пользователя. Вот такая вот длинная газета, где нам рассказывается, какие кнопки за что отвечают. А кнопок на этом светильнике, несмотря на его размеры, ну просто огромное количество. Располагаются они на задней панели. И давайте, наверное, сначала мы все-таки откроем и посмотрим, как выглядит наш светильник. Так, здесь скотчем неудобно налеплено на вот таком вот материале. Итак, слушайте, ну классно выглядит. Спереди, конечно, вот такая вот белая панель для мягкого света. А сзади те самые вот кнопки. Показана RGB такая шкала. И маленький дисплейчик, где будут выводиться данные о нашем с вами свете. Снизу стандартный разъем для накручивания на штатив. Показываю на штатив. Смотрю на штатив и говорю вам. И можно также на, как горячий башмак, на горячий башмак надеть на камеру, как я уже и говорил. Итак, сейчас мы все это посмотрим. Кстати, я же взял сюда специально USB вот такие вот, чтобы вставлять в розетку. А здесь у нас встроенная батарейка на 2000 мАч, поэтому подключать его не обязательно, что очень классно. Я об этом даже забыл. Сейчас вот увидел, а как это все подключается, думаю. Да, это все работает от батарейки. Классно. Давайте посмотрим на второй. Итак, я уже знаю, как все это раскрывается. Точно такой же у нас шнур Type-C на Type-A. И такой же комплект. Ничего удивительного. Книжечку давайте достанем, вам покажу, но не буду ее раскрывать, как предыдущую. Все у нас классно, все в комплекте, как и должно быть. Вообще, цена, я могу сказать вам, просто подарок, потому как вне распродажи эти светильники дешевле 1000 рублей за один не найти. Я нашел за 800 рублей. Напоминаю, ссылку на светильники оставляю в описании. Переходите, смотрите и заказывайте. Сейчас еще все посмотрим, проверим. И уже точно убедимся, что светильники классные. И я так думаю, что их еще и можно соединять, потому что здесь вот на боковой грани тоже есть такие вот пазы, в которые, я думаю, вот так вот их можно вставлять. И много-много-много, чтобы было много у вас света. Итак, да, вот здесь, кстати, написано сзади VL49RGB 2000 мАч. Сразу-то я и не обратил внимания. В общем, светильник такой же. Давайте посмотрим, как он включается. Итак, давайте, первое включение. Здесь у нас, конечно, ничего не подписано. Какая кнопка, какой бегунок, за что отвечает. Но я так думаю, что включение это крайняя вот такая кнопка передвижная. Да, ну и он не включился. Не знаю, может быть разряжен. И может быть не зря я с собой взял вот эти вот USB зарядки. И это то же самое. Не реагирует. Но я думаю, я правильно включаю. Давайте поставим на зарядку и уже посмотрим, включатся ли они или нет. Я думаю, что просто элементарно батарейка разряжена. Хотя батарейка для таких устройств разряжена быть не должна. Потому что это плохо на них сказывается. Именно когда устройство выходит с завода, заряд должен быть хотя бы наполовине. Потому что если будет на нуле, это будет плохо сказываться на самой батарейке. Так, ну как-то странно он заходит. Вот здесь уже ощущается какая-то китайщина, что даже Type-C у нас не до конца заходит. И немного кривовато, на мой взгляд. Но давайте пойду поставлю, посмотрю, если зарядится, приду к вам и все покажу. Ну а если, естественно, не зарядится, тоже приду к вам и расскажу, что вот не заряжается. И китаец прислал мне сломанные светильники. Итак, друзья, подключил я светильники и дисплейчики на них сразу же загорелись. На одном процент заряда 84, на другом 60. И такой интересный момент. До подключения к зарядке они никак не реагировали на мои движения. После я сразу снял, ничего не заряжал. Потому что, как я уже сказал, здесь 84, здесь 60%. И они сразу начали реагировать на включение. То есть, они сразу там какой-то, может, блок стоит на перевозку или что-то. Главное, нужно было один раз подключить к сети. Все, все работает, вот светит. И здесь на дисплейчике у нас отображается информация. Вот сейчас 8970K. И процент заряда батарейки 84. Ну, давайте что-нибудь подделаем. 9000 Кельвинов. Так, а как у нас яркость? 100% это у нас не заряд батареи был. Возможно, да. Возможно, батарейка-то и высажена была. Я подумал, это 100%. Это у нас они на 184%. Это у нас был уровень яркости, что ли? Да, это уровень яркости. Вот, я понизил до 4%. В общем, управление интересное, но под светом софитов я вам скажу, что они светят вообще не ярко. Вот, это на полную яркость 9000 Кельвинов. Так, теперь нужно разобраться, а как у нас RGB-то? Так, вот до 2690 Кельвинов я довел. И свет, не знаю, на камере ли видно, но 100%, друзья, у нас свечение. И свет стал более таким желтым. Так, теперь нужно нам перевести как-то в режим RGB. В режим RGB у нас переход вот по этой кнопочке. Вообще, управление очень интересное. Если ее зажать, начинается вот такое вот мигание, красно-синяя, такие стробоскопы, я бы сказал. Но, и тут очень много информации на дисплее. Путем зажатия вот этой кнопки на задней панели мы меняем режимы. То есть, белый-желтый свет, потом у нас зажимаем, идем RGB цвета, зажимаем еще раз и у нас мигающий режим. Итак, давайте переведемся в RGB и посмотрим. Так, 120 градусов. Да, здесь еще и температура света есть. Вот сейчас 199 градусов. Цвет стал таким более светлым. А если его убавить на примерно 100, вот 100, ой, выключился, до конца убавил. А, нет, батарейка села, да. Батарейка была все-таки на минимум. Вот то, что я подключил там буквально на минуту, хватило всего лишь вот на столько времени использования. Ну, давайте посмотрим вот этот. Так, этот я выключу. И на вот этом быстренько попробую вам объяснить. Да, зажимаешь, вот, 50% у нас. Далее веду и... Ну да, не дает. Пойду тогда подзаряжу и уже вам расскажу более подробно.